Меня зовут Денис Владимирович, фамилия моя Ястребов. Я сам политолог, являюсь доверным лицом сразу с вами Александра Шпакомова и Михаила Юрьевича Токарева. Они просили передать вам извинения и вашим преподавателям, что не получилось им подъехать. У них сейчас очень плотный график, один в Пушкино, другой, к сожалению, есть какие-то вопросы по городскому хозяйству. График плотный, они не смогли сами приехать, попросили меня перед вами выступить. Я постараюсь быть не очень долгим, довольно-таки кратким, а ответить на все ваши вопросы, а потом, может быть, вас заинтересовать такой темой, как участие в выборах. Поднимите, пожалуйста, руки, кому есть 18 лет. Прекрасно. Вы уже граждане Российской Федерации. Поднимите руки, кто будет голосовать, если будет, первый раз. А можно вопрос о границах? Да, конечно. У нас тема какая сегодня? Тема очень простая. Участие в жизни нашего общества и голосование на выборах. Вас хотите, аффицируйте, аффицируйте, я перебью вас. Да, пожалуйста. В данный момент здесь все собрались по поводу решения судьбы данного филиала института, а не выбора. Об этом мы с вами, конечно, это известно. Это отдельная тема, и я ее коснусь обязательно. Вот опять же, вы говорите о том, что у людей времени мало. Простите, вас как зовут? Евгений Владимирович, да. Ага, очень приятно. Аналогично. Вы знаете, как бы у всех людей времени сейчас мало, и поэтому, как бы, хочется решить вопрос именно вот сегодняшней темы, а не выборах с абстрактными кандидатами, которые очень явно прослеживаются по вашему тезису. Услышу вас, Евгений Владимирович, давайте, значит, да, кстати, вы уже знаете, кто это? Это не на этих выборах кандидат. Я бы там сзади написал, кто это. Очень хорошо. Потом вы узнаете. Я бы поверну его. Я по философию и психологию изучил. А, ну тогда вы знаете, пример, классически известный. Значит, по поводу, вот Евгений Владимирович правильно сказал, что мы тут люди деловые, нас интересует судьба вуза. Я вам кое-что хочу сказать про выборы, потому что у нас есть представление о том, что если мы не будем ходить, или будем ходить, а проблема-то должна как-то решаться. Ну, в том-то все и дело. Так вот есть ощущение, что... Давайте сначала в проблем, а потом уже про выборы. Я вас не перебивал. Вы же в строку и преподаватель. Наверное, у вас есть представление о корректности, о поведении интеллектуала. Может быть, мы будем подавать пример нашим студентам, вашим студентам. Хорошо? Да. Спасибо большое. Это я постараюсь, но только на этом мне не нравится. Не будем друг друга перебивать. Значит, по поводу выборов все-таки я завершу, а потом мы перейдем к проблемам вуза. Она действительно серьезная проблема. Экитация уже закончилась. Это не эдитация. И перейдем к делу. Нет, ну так, другой вопрос. Совершенно нет времени. Знаем, сейчас вот три минуты, я вам скажу, вы поймете о чем. Нам не надо эти три минуты, давайте уже перейдем. Хороший май, ну давайте правим уважения. Я пришел к тому, что я к вам пришел, дослушаю. Вы понимаете, вот вам все говорят, что это неинтересно, а вы продолжаете свою тему. Но есть другая. Наша тема другая. Большинство. Давайте все-таки правим уважения. А зачем нам это сейчас? Евгений Вадимович, вы же наверняка кандидат на УК, но разве так можно? Я не кандидат на УК, я родитель. Ну родитель, зачем перейдем? Понимаете, сейчас решается проблема моего ребенка, который учится в институте. Он учился три курса. И сейчас проблема назревает то, что его куда-то надо переводить. Это перевод в Москву или еще куда-то? Чем я должен это решать? Давай, Евгений. О чем? Агитация о выборах? Она мне нужна? Или кому-то еще здесь нужна? Поднимите руку, кому нужна эта агитация о выборах? Нет, я спрашиваю, вот сейчас зал. Поднимите руки, кому интересна агитация про выборы? История про выборы, кому сейчас нужна интересна? Я вас спросил еще раз, повторите, как вас зовут, пожалуйста. Вы хотите сами выступать? Нет, я вас хочу спросить. Разбугай сюда. Давайте так. Как вас зовут? Денис Вадимович, я вам говорил. Денис Вадимович. Представь. Евгений Вадимович, давайте по очереди. Вы знаете, что сказал Варкден про выборы? Евгений Вадимович, знаю. Что сказал? Он многое говорил, если хотите узнать. Он сказал, что если бы выборы что-то решали, то нас бы к ним не допустили. Это одна из точек зрения. Поэтому я еще раз прошу. Давайте к теме. У меня времени мало. У детей тоже времени мало. С вами я не договаривался о встрече. Те, кто меня пригласили, попросили о двух вещах. Я вас еще раз повторяю. Евгений Вадимович, можно узнать, кто пригласил? Кто пригласил? Поднимите руку. Поднимите руку. Я вас приглашал. Нет. Кто-то из зала приглашал. Евгений Вадимович, вы хотите, чтобы я ушел? Не закончил. Вас сюда никто не приглашал. Почему именно я хочу? Не знаю. Вы пытаетесь сорвать встречу по-моему. Я не пытаюсь сорвать. Я задаю вопросы, вы на них не отвечаете. Ни на один не ответили вопрос. Евгений Вадимович, вы не дали мне закончить, во-первых. А я не хочу. Вторых, вы не хотите скупать. Вы же не хотите. Вы можете уйти. Выбрать. Я спрашиваю. Евгений Вадимович, вы не хотите слушать, уходите. Не вопрос. У меня времени нет. Уходите. Почему я должен уходить? Вы не хотите слушать. Мы пришли решить совмест с вашим вузом. Вы понимаете, вот, еще молодой человек, уже переговорили. Почему вы рассказываете? То же самое. Если вы не хотите... Давайте мы все о проблеме решим, а потом будете рассказывать. Кому интересно, кто-то останется и посмотрит. Скажите, пока вы выступаете, я бы уже закончил. И вы бы вернулись к проблеме. Не верите? Ну, это я вас переведуал. Нет, одну секундочку. Если вы, как теорему, сформулируете, я хочу вам доказать то-то и то-то. Вот у нас так. А потом доказывают. Что вы хотите нам доказать? Я хочу вам доказать, не доказать, а показать. Показать. Я хочу вам доказать, что, первое, важно выбирать самому. Второе, выбор может быть иллюзорен, но надо быть внимательным. Обязательно. И третье, как выбор связан с вашими конкретными проблемами. Все. Это мы знаем, что это реальные вещи, да? Этот вопрос закрываем. Мы голосуем за яблоко, и все будет хорошо. Исчерпали. Один из вариантов. Тему исчерпали. Давайте переходим теперь к вопросу нашего вуза. Вернемся. Вернемся, все переходим к вопросу нашего вуза. Не, ну все. Дороже, я понимаю, что здесь собрались сторонники разных партий. Кто-то хочет... Причем здесь партии и политики, вот я сейчас спрашиваю. У нас тема конкретно... Не, законом же запрещено агитацию ввести в вуза. Я не агитирую, я как раз хочу рассказать. Ну да не надо нам это рассказывать. Господи, ну все же учатся в университете. Зачем нам эти все элементарные вещи? Они вам все расскажут. Почему сейчас мы должны тратить время на это? Не, не надо. Давайте перейдем к сути. Решайте свои проблемы. А вы говорите к сути о том, что вы сейчас пытаетесь нам... С меня начнем, а потом к вашему... Я жду, когда человек выговорит сейчас человек. Давайте решим мы сначала наши вопросы, которые большинство здесь, а не вашего меньшинства. Вот и все. Потом придут те, вернее, останутся те, кто хочет послушать про выборы. Вот это очень будет правильно. Евгений Владимирович, вы закончили? Можно мне продолжить? Или вы будете еще выступать? Нет, я вам задал вопрос и хочу как бы получить ответ. Вы позволите мне? Вы говорите мне опять, можно я продолжу? Давайте или сюда выступаем? Нет, ну давайте, кто ведет это вообще? Наше собрание, кто ведет? Куда Михаил Санков что-то делся в самый ответственный момент? Хотели выступить перед вами? Да нет, ну что вы, нет. У нас встреча с администрацией района. Вы по-причем здесь? Если я не администрация района, то я не администрация. Ну, тогда о чем? А вы просите, кто? Какой адрес? Кто же с ним? Правильно. Нет, так ребята, дорогие. Что вы здесь? Уживательно людям ходить голосовать сами. Мы вас не хотим, чтобы не будем. Знаете, вы делаете все для того, чтобы сейчас был со знаком минус. Все у вас. Поднимите руки, не мешайте. Не, 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 не. Поднимите руки, чтобы я ушел. Так, ребята, у меня предложение такое. Товарищ родитель, послушайте, пожалуйста. Мы задаем конкретные вопросы. Первый вопрос. Вы готовы снять аренды с нашей помещения? Я? Да, нет. Ну и зачем вы нам нужны тогда? Второй вопрос. Вы готовы нам сделать пожарную сигнализацию? Ну и чего вы у нас отнимаете время? Вы можете у нас медпункт организовать? Давайте проголосуем. Чего? Пришел товарищ какой-то ерунду рассказывать. Вам же это налетка сила. Герософия начинает с Платона рассказывать. Приходят товарищи какие-то тут хвосты ерунду. Не нужны вы нам. Я уйду сейчас. Идите. Я просто доведу к вам за пример. Не надо, но ваш пример. У нас лекции для этого есть. Платон, Сократ, Аристофий приходит. Товарищ ерунду порет. Вы Поппера читали? Конечно. Вы Карла Поппера читали? Ну давайте расскажите его критику Платона. Я с удовольствием послушаю. Ну а что вы тогда нам рассказываете эти детские сказки? Хорошо. Товарищ ничего не знает, понимаешь, ни в философии, ни в математике, ни в экономике. Правильно я говорю? Вот так, что подтверждает. Ну и что, время отнимать. Так. Ерундой мы занимаемся, друзья. Я доведу до конца пример. Потом, если не будет желание, не буду говорить. Нет желания. Уйти? Нет. Ладно. Да ты четыре абстрактных кандидата. Один. Вы их знаете? Не надо нам абстрактных кандидатов. Ну вы же против них. Вы выступаете. Неужели вы не понимаете? Против кого? Да ну не нужны мы нам. Какие здесь кандидаты? Он не нужный. У нас есть собственные. Ладно. Продолжаем с номером. Все, пошли. Пошли по занятиям. Собрания по теме защиты института не будет. Правильно я понимаю? Мы сорвали на руководство района. Но кто-то обещался еще быть, кроме Пахомова, который сказал, что не приедет? Кто-то обещал, что быть нет. К руководству района, да? То у меня предложение к вам. Напечатайте то, что вы хотели сегодня сказать. Внятное. Вместо этого вы напечатайте и письменно передайте в администрацию Сергея Посадского района. Давайте сейчас пройдем в администрацию. Ну, так давайте прямо сейчас. Они там не захотели приехать, поехали. Если тех, напечатайте. Давайте к ним поехали. Ну все. Значит, едете до здания, там канцелярия, сдаете до канцелярия, на втором получаете печать. Принято, входящий такой-то, от такого-то числа. Вот и все. А кому интересно слушать вот эти вот зады политологические, ну слушайте эти детские вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!